Вот смотрите, у нее есть вопрос, жить в Казахстане или в России. Садимся перед алтарем, включаем голос святого человека, начинаем молиться. Первая стадия спокойствия в сердце означает, я приближаюсь к пониманию. Вторая стадия, когда у меня я спокойный уже стал и продолжаю молиться. Слушайте все внимательно. Я когда спокойным стал, начинаю молиться дальше. На следующей стадии, когда я выхожу из внутреннего круга жизни и начинаю чувствовать этот вопрос, где жить. Но у меня в сердце спокойствие пришло. В этот момент я от Бога получаю знание, где жить. Если же вы хотите от меня вместо Бога получить это знание, знайте, что произойдет точно так же, как я вам сейчас расскажу. Один парень встает и говорит, Олег Геннадьевич, какая моя природа, какое предназначение? Я говорю, вы не готовы работать по своему предназначению. Там, где вы сейчас работаете, там работаете. Развивайтесь над собой. Он говорит, нет, какое у меня предназначение, я готов. Я говорю, замечательно, у вас такое предназначение. И у вас даже есть сейчас предложение этим заниматься. Он говорит, да. Все, идите, меняйте работу. Приходит на следующую лекцию. Я говорю, ну что, уж уволились с работы? Он говорит, нет. Я говорю, а почему вы не уволились? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? Представляете, как разрушится моя судьба в этом случае? Я говорю, так поэтому я вам и не хотел говорить. А вы настаивали. Потому что человек должен сам понять свое предназначение. Тогда он не будет чувствовать, что кто-то ошибся. Он будет точно чувствовать, что так и надо. Понимаете? Точно так же человек сам должен понять, что он эту девушку должен брать замуж. Точно так же он сам должен понять, куда ему ехать в своей жизни, жить. Иначе Олег Геннадьевич будет виноватым. У вас в сердце еще знаний не родилось. Молитесь. Учитесь сами понимать свою судьбу. Продолжение следует...